Примерка корабля. Так на космическом языке называют последнюю тренировку перед стартом. Все ли под рукой, ничего не жмет. На этот раз в экипаже гигант, итальянец Лука Парметано, под два метра ростом. Но вроде все в порядке. Миниатюрный Карен Найберг эти проблемы незнакомы. Космос для американки уже родная стихия. Второй старт. А прошлый полет был на шаттле Дискавери. Конечно, это совсем другой корабль по сравнению с шаттлом. Это мой второй полет в космос, и я в предвкушении этого старта на корабле «Союз», который меньше космического челнока. Фёдор Юрчихин, командир «Союза» с порядковым номером 0-9М, помогает своим бортинженерам посадить традиционное байконурское дерево в память о первом старте с российского космодрома. Командира от грязной работы освободили. Для него это аж четвёртый полёт. В 2007-м он с орбиты поддерживал выбор Сочи в качестве столицы Олимпиады. Теперь будет участвовать в уникальной олимпийской эстафете – на орбите Земли. Факел доставят на МКС осенью, поэтому миссию Юрчихина, Найберг и Прометана, возможно, продлят. Вроде бы как нам предстоит вот эта вот работа с олимпийским факелом. Радость встречи и горечь расставания. Провожать в космос командира корабля, мужа и папу на Байконур приехала вся семья. Для них это тоже не первая космическая миссия. Потому как готовиться к полёту, семейство космонавта знает. Говорят, Фёдор Николаевич любит поострее. Я покупаю горчицу разных производителей, дегустирую её, прежде чем послать мужа, потому что в первую очередь я несу ответственность за это, что он будет кушать. И, конечно, выберу самое лучшее и обязательно положу в посылку. Долго ожидать вестей с орбиты родным космонавтов не придётся. Полёт до МКС займёт всего шесть часов против обычных двух суток. Это уже второй рейс Российского пилотируемого союза по короткой схеме. На орбитальной станции запланированы сотни экспериментов. У российских космонавтов четыре выхода в открытый космос. А Лука Прометана обещает даже спеть из космоса. Илья Айсаев, Константин Колодяжный, студия Роскосмоса, Вести, Байконур.